Всех приветствую, друзья! С вами Бэр, добро пожаловать на канал! И в прошлую серию я решил разбить на две чаты, я продолжаю с того же самого момента, где я остановился, и мы в подземелье, в дном Ригане, и мы на финишной прямой, и это меня настолько сильно воодушевило, что я думал сразу сделать две серии. Что ж, мы будем продолжать прокачивать нашего мага в игре World of Warcraft, обновление Гнев Короля Лича. Раса не... Все круто, все отлично. Покачиваемся, наслаждаемся игрой, наслаждаемся миром игры. Напоминаю, что формат повествования у нас вольный, поэтому я не привязываю себя к какой-то определенной задаче, мне не стоит цель быть первым и лучшим среди лучших и так далее. Я просто наслаждаюсь атмосферой World of Warcraft и этого прекрасного мира. Ну-ка, массухо. Так, гном, получай. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, прилипсил срочно. Хорошо, остановились немного, добиваем его. Ой, у меня щиток даже пропал. Настолько долго мы по земле проходили. Так, ну-ка. Куда пошел? Сюда иди. Получай. Вон он, электрошокер 6000. Нам надо немножко, немножко зачистить здесь гномов, которые, в принципе, обычному левелу прокаженные, не элитные, поэтому с ними проблем не возникнет. Мы сейчас тук-тук-тук-тук-тук накидаем со всей мощи, со всей мощи мага и нежити. Плюс-плюс, погнали. Да, погнали. Плюс. А, или здесь можно спрыгнуть и... нет, тут вверх не поднимешь, тут надо по лестнице. Ну-ка. Сюда идем. Масуха. Хорошо, расправляемся потихоньку. Так, этого надо зафокусить. Так, хорошо, уши. Так, здесь надо на эту напрыгивать. А точно? А чё это вы... чё-то они вниз все пошлепались. Ну, попробуем. Точно вниз надо? А, да, потом по кругу бежим. По... как по этой. Ай-яй-яй-яй-яй, лол, тихо! Фу. Всё, на месте, на месте. Блин, это было сложно. Так, окей. Так. Там потом как по спирали надо заходить. Блин, долгая подземелье, очень, но... Стоит его пройти хотя бы раз и... Раз и надолго. Я уже начинаю такой сомневаться, блин, а стоит мне другие классы выкачивать. Типа, когда я с магом и покончу. И с шаманом, с шамана докачаю до 80-го. Типа, ах, опять гном риган. Нет, я точно знаю, что гном ригана мне хватит пока что. Ну-ка. Меха-танк. Ну, выглядит он классно, конечно. Проработанно нарисовали всё. Ничего не скажешь. Антураж передан максимально. Смотришь на них и сразу вспоминаешь Хардстоун. А когда играешь в Хардстоун, вспоминаешь их. Опа, сагрили. Сагрили мину, это плохо. Она может сейчас убить нас даже. Пока кину массуху. Даже какой-то дворф тут. Посланник из чёрного железа. Ну, понятно, чьих рук это делишки. По сюжету мы с ними ещё раз встретимся. Эх, жаль, что в World of Warcraft сюжет... Чтобы получить сюжет, надо так много всего сделать. Другое дело Warcraft 3. Опа, какое-то задание. Придумать, как очистить кольцо покрытой грязью. Ну, ладно. Не знаю, буду я его проходить. Нет, навряд. Что-то они разбрелись. Давайте так не делать. Надо толпу агрить. А я думал, нам наверх. Е, ГЦ, 29 уровень. А точно по низу идти? Куда? Ну, точно не туда. Очень большой, очень большой подземельник. Когда не знаешь, куда идти. Лоу. Так, мы её деактивировали. Опять эти механо-танки. С прокажёнными гоблинами. Ну, я буду надеяться, что чувак знает, куда идти, правильно. И мы на верном пути. Да, друзья мои. Кричи так. Блин, гоблинов, наверное, одно удовольствие было озвучивать. Я представляю, как они много смеялись, когда это делали в катаклизме. Многие, кстати, не любят катаклизм в плане, не знаю, обновлений. А мне, наоборот, катаклизм очень понравился. Потому что там сделали ставку на квесты. А квесты были такие... Местами топорные. Там, типа, убей пять мопчиков, да. Они... Они по-прежнему в катаклизме остались теми же самыми. Тут, типа, суть глобально не изменилась. Но они стали более атмосферными. То есть, диалоги добавились, антураж, эмоции. Те же, допустим, те же две компании. Гоблинов и воргенов. Это же просто было круто. Это очень классные компании были. И очень атмосферные. Я бы их с удовольствием еще раз перепрошел. Но если кто не смотрел... Опа! Полпогон. Если кто не смотрел... Сейчас заморозим все это стадо. Попробуем кинуть. Обледенение. Так вот, если кто не смотрел эти компании, милости прошу, на канале есть в плейлистах компания гоблинов, компания воргенов. Я попытался передать антураж, атмосферу. Даже голос и интонацию порой подстраивал под стиль повествования. А то я посмотрел на моем канале... Часто приходят люди, которые... Недавно, например, и не смотрели. Но там работа проделана хорошая была. Так что, милости просим. Справились мы с этой ордой. Я думал, мы не вытянем их. Хорошо так. Ага. Все, воюйте немного. Все, повоюйте. Так, ну-ка. Много народу. Можно массу худеть. Все, по-моему. Так, ну-ка. Я не пойму, в чём у них проблема Я помню, что тут надо как-то было спрыгивать и по трубам бежать Мы оттуда пришли, всё логично Не понял, куда они все? Они релогнулись что ли? Ну-ка ещё раз Куда они смотались быстро? Я что-то даже не вкурил Да, они опять на вход вернулись Так, окей Надо сделать нам водички немного, да? Хоп, ещё разок И ещё Всё, пока что сидим У чувака, кстати, тоже такая прическа Блин, аж захотелось рогу покачать Да, рога это весело Это фаново Да и у роги, наверное, всегда должна быть такая прическа, как у панка Ежик такой бешеный, колючковый Так, машина, зал Ну окей Так, тут на шестерёнку прыгать, нет? Да, запрыгнул Воу-воу-воу Хлоп Нормально Прилетели Нифига себе у него сопротивление А это большой Хороший, но почему я их вообще нету? Блин, не, не досталось Плохо, плохо Хотелось бы наручь Так, а там квестик отображается Нет, по сути он с той стороны Ну-ка Блин, разъедающая слизь 10 единиц Целую минуту У меня вроде был консоль На себя не могу кинуть Я не могу кинуть Просто не могу кинуть Но это не моя Блин, я не могу кинуть Я не могу кинуть Я не могу кинуть Я чуть не пойму, что они тупят? Блин, я буду, наверное, в другое подземелье. Я сгонял бы 10 раз. Ладно, короче, у них, походу, там немного небольшой неадекват. Давайте попробуем другое подземелье найти. Пока хлам продадим, который нам нападал тут. Так, это хлам. О, на плечи. Все, хорошо. Они тоже тупили, не могли определить, кому достанется, да? Окей. Пока пойдем квесты доделывать. Я из народа отрекшихся. Благо, я тут могу сдать уже кое-какие. Сразу на коня. И вперед в поле. Что-то мне надоело уже бегать по подземельям. Самое время развеяться. Пламнеглотатель. Пламнеглотатель. Ну, я не буду ивент выполнять. Не сильно охота. Еще синдикат можно побить. Давайте синдикат попробуем поколотить. О, как красиво в хиллзброде. О, это музыка. Умертворяющая. Кстати, они низкого уровня, да? 20. Может быть, мне уже пора в Эльтракские горы все-таки? Или, вернее, в Нагоре Арате? А, нет, эти 30-го. Эти 20-го. Этих не будем трогать. Ну-ка, посмотрим там. Какого левела. У этого 26-го пойдет. Так. Лоб. 27 минут висит. Запрет на подземку. Ну, ладно, у нас пока крест есть. Еще можно походиться. Спокойно. Да, все-таки надо, наверное, в подгород слетать. Получить умение. Что-то я чувствую, что не хватает чего-то. Так, а у меня же телепорт есть. Все, окей. У меня есть телепорт в подгород. Потом с подгорода схожу в Луна Свет. Там возьму себе... Тоже проучу портал Луна Свет, вернее. А, у нас же на мельницу, да? Таргет с камня. Ну, почему бы не слетать в подгород, а потом вернуться через камень на мельницу? Уже с умениями. Да, наверное, давайте так и поступим. Вот это продадим. Значит, телепорт в подгород. Поехали, смотрим, как это работает. Просто берет и кастует телепорт. Раз, два, три, четыре. Бум. Все, мы в подгороде, прямиком в портал магов. И тут есть портал, все, выжженные земли. Изучение порталов. Ну, это с рокового у нас. Мы уже порталом можем будем. Кстати, смотрите, какой-то квест появился. Появился квестик. Так, что за квест? Так, привет. Разговор с Дейна. Магу Дейну нужна твоя помощь. Она живет в Wargrimmar. Представящий темнотерно. Слушай, сходим, сходим в Wargrimmar. Там заодно и портал Wargrimmar проучим. Обязательно сходим. Надо только не забыть в следующей серии это сделать. Так, наставник, обучай. Давай обучаться. Кольцо льда, кунус холда, стрелу, глыбу. Давай все, что даешь, то и обучим. Вот они, антимагия, чародистский щит, глыба. Так, подождите. С 30-го будут доступны еще кучи умений. Так, все точно проучил, да? Ничего зеленым не светится. Так, все окей. Так, смотрим на наши новенькие умения. Что у нас получилось? Сотворение самоцвета. Стоит агат маны, который можно использовать для мгновенного исполнения маны. Прикольно. Сделаем себе такой. Вынесем куда-нибудь сюда. Стоит. А, только один заряд можно, понял. Все, усвоил. Так, что у нас еще? Сотворение воды, уровень 3. Все, пока что третий уровень. Антимагия противодействует заклинанию противника, предотвращая произнесение любых заклинаний данной школы магии в течение 8 секунд. Стоит высокий уровень угрозы. То есть, дебаф на антимагию, кидающуюся в лицо. Это полезная вещь. Которая берет и делает дикую грязь. Грубо говоря, сайленс. Так, у нас появилось еще умение ожог. Не знаю, стоит ли его вообще использовать. Но потом посмотрим. Давайте лучше сюда, давайте, вытащим. Это за огонь, потому что мы огонь не бастили, как говорится, не бустили. Конус холода. Противники, находящиеся в конусе холода, поражение перед заклинанием, получают урон от магии льда и замедляют. Нормально, нормально. Еще один, грубо говоря, кольцо льда и конус холода. Будем стараться комбинировать эти умения. Если таково возможно. И все. Только еще стрелки мы проучили. Теперь на 5 уровне. И аж на 50% замедляем. Йоу, хорошо. Так, ну пока что все. Пока что все проучили. Теперь можно возвращаться на мельницу. Или все-таки вначале сходим. Так, может сбегаем на коне? Тут у нас Брайгар какой-то квест хотел нам. Там он низкого уровня, но тем не менее. Может уважение прибавится. Ну или все-таки лучше в Луна Свет. Давайте лучше сразу в Луна Свет. Обучимся там. Потом в Оргриммар сходим, квест выполним, который нам дали в гильдии магов. Старайтесь максимально выполнять все квесты, которые даются в гильдии вашего класса. Это очень важные в основном квесты. Вот. О, кстати, можем там проучиться крылобегам. Крылобегов я люблю, крылобегов я уважаю. Потому что какие-то квесты выдают. Да все, ивент. Ладно, пойдемте в Луна Свет. Летс гоу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, запутаться можно. Специально так сделано. О, они дышат огнем здесь. Ну кругом эти ивенты. Отвлекшись. Так, портал Луна Свет вроде слева. Ну, какой-то чувак веселится. Вот он, шар транслокации. Он не просто портал, а целый шар. Ну-ка. Еее, мы в Луна Свет. Ох уж эта музыка. Это просто... Куслада для моих ушей. Как говорится, чуем и дома. Тьма не вечно. Так, портал... Гильдия Мага здесь. Так, привет. Настапник. А, все, вот она сразу справа. Здесь тоже есть портал выжженной земли. Это не может не радовать. Телепортация в Луна Свет. 16 серебреньков. Обучай. А потом придется все-таки пробежаться, еще порталы обучи. Изучить. Ну, телепортация в Луна Свет тоже, знаете, многого стоит. Давайте сразу вытащим это умение. Ой, тихо, тихо, тихо. Чуть не телепортировался обратно. Так, вроде у них здесь может ничего интересного нет. Это значит самое время... Чапать в Аргримар. Я бы, конечно, подольше бы зависел на свете, но как-то в другой раз, наверное. Очень-очень красивый, очень чарующий город. Наверное, самый красивый в World of Warcraft. Опа, Альянс. Дрени Альянсовские здесь шлепают. Ай, сволочь, она за нами поехала, походу. Бежим. На всякий пожарный. Народ двигается, народ побежал. Это круто. А то я привык, что как-то... Нет никого. А, забыл в Луна Свет проучить... Крылобегов. Хотел же крылобегов еще. Я думаю, что-то забыл. Что-то в Луна Свете надо было взять. Ну, ладно. Пока что так. Если что, телепортируемся все. Вот, главное, в любой момент можно телепортироваться. Возьмите другой класс. Кстати, музыка кругом поменялась. Это ввиду продолжающегося ивента. Видимо, он наступил, и он продолжается. Начался огненный сенцоворот. Так, значит, разбавит обыденность. В мае тут тоже какие-то ивенты были. В апреле, в марте. Посмотрите, вообще, какие еще ивенты предстоят. Рыбацкий, ярмарка на Волуния. На Волуния, на Волуния. Но, видимо, они тут не по датам. Они просто как бы добавлены. По дате это должно было гораздо позже быть. Да, вот где-то в сентябре, наверное, в октябре. Нет. Сколько народу ждет дирижабль? Моты нашего уровня тоже люди есть. Плюс-минус. Тут много локов. Чувак танец с лентами сделал. И пошел. Прикольно. Тролль-разбойник. Нифига себе. Редко встретишь тролля-рогу. Да и вообще троллев очень мало, кстати. Встречается. Ну что, гоблины, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все решили коней оселать Прямиком восточный окр Итак, мы на месте Многие уже прошаренные Уже здесь спрыгивать начинают Чтобы быстрее добраться до нужного места Так, мне наверное надо будет поискать немножко Учитель классовых навыков Хотя у нас квесты есть, да? По квестам мы их сразу найдем Да, кругом ярко Нифига себе, а что, альянс отца нападает что ли? Да Нам бы пробежать аккуратнее А, валей духов Валей духов, ну окей А, валей духов А, валей духов Полетчика съели. Его просто, наверное, убили. Привните, полетчик, кричит. Мастера перелетов, наверное, убили. Воу, какой красивый маунт. Блин, круто. Тетестовый, наверное. Красивый. Северный леопард. Так, мы на месте. Не стесняйся. Привет. Мне нужна проба воды из Ксавина. Попробуем, где это находится. Еще какой-то квест. Разговоры всякие. Берегись. Ой, я много многовато заданий взял. Где-то там нам предложено поговорить. Ага. Сунтуой в самом низу. Такой себе квестик. Кстати, обратите внимание, квест как написан здесь. Как будто развернутая книга. Такая немножко пожелчевшая от старости. Все ради антуража и атмосферы, друзья мои. Клево. Рад, что в те времена разработчики думали об играх. Ладно, друзья мои, на этом, я думаю, эта серия короткая подходит к концу. Вам спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки, оцените, комментируйте. В следующей серии мы продолжим прокачивать нашего персонажа. Продолжим выполнять квесты, ходить по подземельям, развиваться немного. Знакомиться с миром World of Warcraft. Наслаждаться его атмосферой. Спасибо еще раз за просмотр. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить оповещение о выходе новых роликов. Нажать лайк, это помогает развитию канала. Спасибо еще раз за просмотр. Пока.